Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы приготовим быстрый и полезный творожный десерт без выпечки. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео! Сегодня приготовим самый быстрый творожный десерт без выпечки. Быстрый и полезный тортик. Для него нам нужны будут следующие продукты. 400 граммов творога. У меня домашний творог. Можно брать творог в магазины с жирностью 9%. 100 граммов мягкого сливочного масла. 15 штучек печенья. У меня песочное печенье к чаю квадратное. 100 граммов меда. 2 банана и какао для украшения. В миску высыпаем творог, мягкое сливочное масло и мед. Если у вас мед засахарился, растопите на водяной бане. Массу пюрируем погружным блендером до однородного состояния. Теперь берем бананы. Очищаем. Вот наш творожный крем. Теперь на пищевую пленку выкладываем печенье. У нас 15 штук. Переворачиваем его. Теперь покрываем творожным кремом. Этот рецепт для тех, кто мне часто пишет, не хочет и не умеет печь. Прекрасный десерт. Немножечко, конечно, с разглаживанием творожного крема придется повозиться. Придерживайте самое последнее печенье и вот так разглаживайте крем. Нужно равномерно распределить крем. 2 минутки и творожный крем разгладили. Вначале сложно, а потом, когда вы основную часть крема нанесли, потом очень легко. Разровняли. Берем банан и выкладываем банан. Только вот так. Видите, раздавили, чтобы банан лежал по центру среднего печенья. Кусочек добавлю банана сюда. Теперь потолще наносим крем с боков банана. Зачем это нужно? Чтобы не было пустот в нашем десерте. И с другой стороны также. Особенно возле самого банана. Побольше туда творожного крема. И только теперь берем и соединяем нашу горку. Можно вот так сразу потянуть. И так в вашем десерте внутри не будет пустот. И соединяем. Хорошенько соединяем. Прям вдавливаем. Сразу же берем творожный крем. И покрываем верх и бока нашего десерта. Печенье полностью покрываем остатками крема. Его у нас достаточно на две стороны. Смотрите. Сначала наносим тонкий слой, а потом увеличиваем. Это самый быстрый творожный десерт. А какой он вкусный. Внутри банан. Банан сладкий. Обязательно берите сладкие спелые бананы. Крем использовала весь. Теперь накрываю пищевой пленкой с обеих сторон. Пленку берите с запасом. И ставим наш десерт в холодильник минимум на полчаса. Достали с холодильника. Теперь снимаем пищевую пленку. И посыпаем сверху наш десерт какао. Можно полить глазурью. Тут уже кто как больше всего любит. Через сито посыпаем обильно. Со всех сторон. Всем приятного аппетита. Радуйте свою семью только домашними десертами. Они самые вкусные и приготовлены с любовью. Сразу же кусочек себе отрежу десерта. Смотрите. Разрезается великолепно. Разрезали. Аккуратненько. Перекладываю его в тарелочку. Вы только посмотрите какой разрез. Теперь берем шпатель. И аккуратненько под низ нашего десерта. Вот так вот подкладываем. И чтобы без всяких проблем перенести наш десерт аккуратно на красивое блюдо. Творожный десерт готов. Быстро и просто. А главное еще вкусно и красиво. Меня попросила этот десерт приготовить сестра. Поэтому незапланированный рецепт получился. Приготовила она по видео одной минуты. Когда вы знаете такие короткие ролики. И говорит, что результат не такой, как на картинке. У нее образовались пустоты. Я ей объяснила, что пустоты образовались из-за того, что мало творожной массы. Творожного крема было внутри. Поэтому обязательно вокруг банана выкладывайте творожную массу. Все эти нюансы очень важны в приготовлении еды. И не только еды, а и в жизни. Вся жизнь состоит из таких мелких мелочей. Давайте же попробуем десерт наш. Бананы убрала спелые, сладкие. Очень нежные. Сейчас возьму с бананчиком. Попробуем. Что я наготовила. Бесподобно. С бананом. Очень вкусно. Ароматно. Неприторный, сладкий десерт. Всем рекомендую приготовить. Кто хочет, например, больше аромата ванили, добавьте ванильную эссенцию. Будет еще вкуснее и ароматнее. Смело готовьте. Десерт проще простого. Но с бананом превосходный вкус. В меру сладкий, очень нежный творожный десерт. Начинку можно изменять. Использовать, например, не банан, а киви. Ягоды по сезону. Любые фрукты. Посыпать не какао, а поливать глазурью. Все очень просто. Особенно актуальный десерт будет летом. Когда на кухне жара, на улице жара. Можно приготовить легкий творожный десерт. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем подписчикам за поддержку. В инстаграме, в одноклассниках, на ютубе. Мне очень приятно читать ваши комментарии. И большое спасибо за фотоотчеты в одноклассниках и в инстаграме. Мне очень приятно, когда приходят сообщения. И где приготовлено ни одно, ни два, а пять, шесть блюд. Я, конечно, их сразу узнаю по оформлению. Выпечку также узнаю по оформлению, по формулке. Мне очень приятно, что вы готовите по моим рецептам. И оформляете блюда так, как я. Поверьте, нет ничего лучше, чем получить от вас сообщения с вашими фотоотчетами. Большое вам спасибо. Это мне придает уверенность в себе. И ставит такой большой плюс, что я действительно занимаюсь тем делом, которое мне нравится. И которое приносит пользу. Огромное еще раз вам спасибо за поддержку. Мне всегда приятно. По поводу приготовления блюд. Когда вы мне пишите в директ, приготовьте, пожалуйста, торт один. Приготовьте торт другой. Приготовьте салат. Я, конечно, это все читаю и помечаю себе в своей тетрадке. Но я не могу на второй день по вашей просьбе приготовить торт, например, в виде танка или в виде мяча. Так как я формирую заранее свой этап работы. У меня на месяц расписаны блюда. Поэтому уважайте и меня, и себя. Но я вам сразу скажу, что все ваши просьбы по возможности исполняю. Надеюсь на ваше понимание. Подписывайтесь на наш семейный канал Дружная Семья. Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале Готовим с Любовью выходят ежедневно. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok